Это поезд в Пусан. Ты о чём? Разве это не зомби? Я ведь прав. Но откуда они в школе взялись? У нас тут не кино. Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротко. На связи, как всегда, Кин. И что ж, мы все мертвы. В старшей школе Хюсан в ходе роковой случайности одну ученицу кусает заражённый вирусом хомяк. Учитель химии, знающий больше, чем говорит, это замечает и пытается изолировать девушку, но та вырывается. И перед переходом на мёртвую сторону успевает сказать, что она была похищена учителем. Он меня схватил. Учитель биологии запер меня. Следствие чего, учителя вяжут, а девушку отправляют в больницу. В школе, тем временем, начинается лютый хаос, так как заражённая перед отъездом успевает заразить других учеников. И вот, несколько часов спустя, коридоры школы заполняют жаждущие плоти дохляки. Что за дела? Бежим! Это ещё кто? Вот дерьмо! И лишь небольшая горстка выживших должна им противостоять, чтобы спастись. Получится ли у них это? Или они убьют друг друга раньше, чем это сделают дохложуи? Вы узнаете в сериале «Мы все мертвы». Ходячие мертвецы. Бойтесь ходячих мертвецов. Мир за пределами. Нация Зет. День мертвецов. Зомби, зомби, зомби. Еди на, зомби долбаный. Каждый год студии выпускают пачку фильмов или сериалов про зомби, думая, что это вечно хайповая тема. Не верите? Буквально перед обзором я наткнулся на новость о том, что создатели дневников вампиров Джули Плек и Кевин Уильямсон разрабатывают сериал на основе графического романа «День мертвых». Угадаете, про что он будет? Все, кто подумал, что про радужных единорогов, вы проиграли. Я ненавижу тебя! Да, как я упоминал в обзоре на Перси Джексона, я не очень люблю зомби. А все потому, что я нахожу их самыми скучными классическими монстрами. К примеру, если взять тех же вампиров или оборотней, в их случае мы можем наблюдать, как человек борется или принимает темную сторону и живет с ней. А в случае зомби сами дохляки нам неинтересны. Мы должны наблюдать за такими же, как мы, людьми, попавшими в критическую ситуацию. Блин, да это все равно, что играть в игру, где есть те же оборотни, вампиры или какие-нибудь крутые монстры, но при этом играть за простого человека, который должен от этих монстров убегать. Хотя, как по мне, интереснее играть за самого монстра. Если говорить проще, я не особо люблю наблюдать за простыми людьми в такой ситуации. Я люблю наблюдать за развитием монстра. А у злобных бошек Пакмана нет как такового развития. Они просто бегают с открытыми ртами в поисках еды. И зачастую, когда в фильмах пытаются сделать какое-то развитие зомби, то получаются уже не зомби, а какие-то мутанты. Но не буду врать, у меня есть три любимых зомби фильма. Это «Тепло наших тел», «Ночь живых придурков» и «Добро пожаловать в зомби-ленд». Первые два я люблю за то, что в них можно посмотреть на ситуацию, что нетипично, со стороны самих зомби. Дай сюда. Не дам, я еще не кончил. Ты что, совсем спятил? Обязательно было жрать препода? Очень похожую на эту ситуацию можно наблюдать и в фильме «Земля мертвых». Но мне просто не нравится этот фильм. Но «Зомби-ленд» я люблю просто за то, что в нем охрененный каст выживальцев. Да, есть еще армия мертвых Зака Снайдера. Но там это до конца не раскрыто. И все равно зомби там дико унылые. Во всех остальных случаях, по крайней мере известных мне, с Ситуёвина одна и та же, бегает орава гниложуев, а от них бегает орава выживальцев, за которыми мы и следим. Все. Но сразу оговорюсь, это сугубо лично мое мнение. Так что, если вы любите зомби, то, пожалуйста, чью-нибудь оторванную руку вам в руки и вперед. Кстати, напишите в комментариях, где по-вашему были лучше всего показаны зомби. Ну а мы вернемся в Корею, которая на зомби-теме человека съела. Тут вам и Пусановские поезда, и Королевство, и, я уверен, еще что-нибудь по теме, о чем я не в курсе. Ну и вот на днях, Netflix преподнес нам «Мы все мертвы». Далеко не однозначно, судя по отзывам, встреченный сериал. Почему так? Давайте разбираться. И начнем с хорошего. С его плюсов. Для начала, основа сериала. Зомби. Какого черта? Которые, хоть и не вызвали у меня страха от слова совсем, но все же должен отметить, что выполнены они весьма добротно. Грим очень хорош, кровь натуралистична, а человечьи потроха выполнены на натуре. То есть, по большей части, без применения компьютерного визуала. А это, как по мне, в проектах про зомби очень важно. Одно дело, когда потроха и гниль на лицах компьютерные, и совсем другое дело по восприятию, когда ты видишь натурализм. К тому же, что касательно самих зомби, как я упоминал ранее, я не люблю дохлых пагманов, тупо бегающих с открытым ртом. Этот взгляд на монстров да одури заезжен, и как ни крути, чтобы удивить, нужен новый подход к их развитию. Дальше спойлерить я не буду, но скажу, что в сериале, помимо бегающих кровавых обрыгашек, появится их новая интерпретация, которая лично мне пришлась по душе. Что касательно технических характеристик, то по музыке я чего-то особенного выделить не могу. Но со стороны визуала, все выполнено весьма неплохо и довольно атмосферно. Теперь смак сериала «Выживальцы», среди которых, как таковых, картонок я не увидел. Все персонажи довольно живые, харизматичные, со своей историей, которую поведают в сериале. И даже несмотря на то, что живцов довольно много, каждый из них имеет свой яркий характер, который, так или иначе, сыграет роль в сюжете. Что ж, и теперь все вышеперечисленные плюсы кроют два больших, длинных и упругих минуса. Море болтовни и вымученная драма. А именно на протяжении шести серий, со второй по седьмую, ребятки мрут как мухи, бегая по школе из одной локации в другую, сидя в них, прячась и рассказывая друг другу о том, кто кого любит, кто кого не любит. В весьма драматичной манере. Я думаю, ты ему нравишься. Я это вижу. Нет, ничего подобного. Я боялся, ты поймешь? Что пойму? Что нравишься мне? Сухёк. Он тебе нравится, но это другое дело. Что ты делаешь? Связывай наши руки. Хватит. Мать его. Не надо. Прекрати. И нет, не подумайте, я люблю романтику, мелодрамы и даже драмы, когда они уместны и хорошо поставлены. Здесь же это, ну, очень вымучено и не вызывает никаких эмоций, по крайней мере в этих эпизодах. Да, пожалуй, давненько я так часто не закатывал глаза на сериале, как здесь. Практически все подобные сцены здесь выполнены, ну, очень сухо и безжизненно. Мне даже кажется, что сами актеры понимали, что это здесь лишнее. И просто зачитывали сценарий, не вкладывая душу. И ведь если так прикинуть со своей колокольни, то все это можно было вместить в одну, две серии максимум. Но во имя сериального бога, они шесть часовых серий бегают и болтают о чувствах. И порой доходит даже до абсурда, когда персонажи обсуждают отношения в опасных для жизни ситуациях. И нет, я не считаю, что актеры плохие и из-за этого плохо воспринимаются чувства. Актеры-то хорошие, это чувств слишком много и не к месту. Неудивительно, что я натыкался на комментарии по типу Слишком много драмы бросил сериал на третьей серии. Я признаюсь, и сам хотел его бросить после пятой серии. Думая, что с сериалом уже все ясно. Но решил его досмотреть. И знаете что? С восьмой серии начинаются именно те события, которые ты ждешь от хорошего зомби-апокалипсиса. Подключаются военные, политика, начинаются разборки и продумываются разные способы выживания. Но чтобы до этого дойти, надо терпеть не, ну, не две и даже не три, а шесть часовых серий. Самое интересное, что в той же восьмой серии, когда ребятки сидят у костра, звучит действительно живое, трогательное и душевное общение. И в этом общении действительно ощущается химия между персонажами. Как и во всем их общении, вплоть до конца сериала. В отличие от шести вышеупомянутых серий. И я бы с радостью сказал, что вы можете их пропустить и смотреть только первую, и с восьмой по двенадцатую серии. Но нет. За эти шесть эпизодов все-таки происходит несколько важных событий, которые нельзя пропускать. И одно из этих событий, признаюсь, вызвало у меня лютую ненависть, которую я давненько не испытывал к персонажам сериалов. Ну и на этом, пожалуй, подведем итог. Если ты фанат зомби темы и способен вытерпеть и отфильтровать шесть серий вымоченной драмы, чтобы по итогу получить достойные финальные эпизоды, которые оценил даже такой не фанат зомби, как я, то мы все мертвы однозначно заслуживает твоего внимания. И если же терпеть неохота, то можешь глянуть аниме «Школа мертвецов». Теперь к основным характеристикам. Год выхода сериала 2022, количество серий 12 с намеком на продолжение. Продолжительность серии 55 минут или час 10. Смотрел в двух озвучках «Софтбокс» и «Байбако». И добавлю лично от себя. Если эти слова каким-то чудом дойдут до киноделов, то, пожалуйста, ОСТАНОВИТЕСЬ! Хватит штамповать фильмы и сериалы про зомби и вампиров. Их уже достаточно. Уделите, наконец, время оборотням. Ну а на этом у нас все, дорогие друзья. И всем огромнейшее спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Ну а я в описании оставлю ссылки, по которым вы при желании можете поддержать канал. Также я оставлю основную информацию о сериале. И ссылки на мой инстаграм, телеграм-канал и группу ВК. Где иногда я выкладываю различные новости кино и сериалов. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов. И если вирус не захватит мир, то увидимся в следующей серии. Пока. Когда умирают дети, люди теряют надежду. Когда умирают взрослые, то уходит мудрость. Надежда и мудрость. Что для нас важнее? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok